Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать свою рассаду и доказать о том, что рассада даже высокорослых томатов бывает жирная. Смотрите, это высокорослые томаты. Им чуть-чуть, ну вот практически месяц. Вот смотрите, три ящика. Вот это слева инденты высокорослые, двухметровые сорта. Видите, какие они жирные, хорошие. Сегодня в видео я расскажу, как сделать так, чтобы рассада была жирная даже у высокорослых томатов. Вот этот ящик, это гномы. Видите разницу между гномами и высокорослыми? Гномы, они меньшего размера. Вот посеяны в один день. Вот такая вот разница. Кто там говорит, что у них тощая рассада? Ну я не знаю. Просто надо уметь выращивать. А вот это все говорят, что я показываю в своих видео карликовую рассаду. Вот она, карликовая рассада. Она настолько маленькая, что я не могу показать высокий куст с толстым стволом и сказать, что это карлик. Тем более, если он в таком возрасте уже не цветет. Вот, вот. Высокорослые сорта, жирные, хорошие. Правильные подкормки, отличное освещение. Удобно кормим. И не забывайте о том, что подсвечивать их все-таки надо 12 часов в день, чтобы на них падал свет. Тогда они жиреют. Кормим на усиление роста корневой системы. Тогда они жиреют. Смотрите, первый ящик, вот они, вы видите. Вот они, по 2 метра. 1,8 метров. Все они высокорослые. Обратите внимание, что это высокорослые растения. А вот 202 номер, второй ящик. Гномы. Это гномы. Они небольшие. Но у них жирность одинаковая. Вообще, жирность от рассады зависит только от кормления и света. Итак, давайте я еще покажу способ, как сделать рассаду более жирной. Итак, берем грунт универсальный, обычный для рассады. И берем биочарс. Что такое биочарс? Он сделан из коллупы грецких орехов. И в него добавлен уксус из коллупы грецких орехов. Почему именно он? Он содержит огромное количество кальция, фосфора, калия. В общем, все те элементы, которые увеличивают и ускоряют рост корневой системы. Именно благодаря биочарсу мои томатики всегда жиреют. И стволик у них толстый. Кто-то говорит, что высокорослые томаты не бывают жирные. Ну, вы попробуйте, чтобы утверждать, что вот не могут. Могут они быть жирными. Достаточно взять и увеличить рост корневой системы. Биочарса надо 2 столовые ложки на 1 литр грунта. Я добавляю его по время пересадки. Если уже пересадили, то можно добавить сверху, посыпать небольшим таким слоем. И когда будете поливать, биочарс будет входить внутрь и будет расти мощная корневая система. Я добавляю фитильки в свои стаканы. Обязательно подписывайте. Вот это номер 194. Вот такой вот у нас. Это у нас гномики. Кстати, гномики бывают маленькие, бывают большие. Вот этот сорт явно двухметровый. Да, гномики тоже бывают двухметровые. Имейте это в виду. По рассаде, кстати, видно, будет растение высокорослое или низкорослое. Вот это будет 100% высокорослое. То есть вот там точно маленькие, а вот это будут большие высокорослые. Но в любом случае мои гномы только через 2 месяца уедут в открытый грунт. И мои рассады, я считаю, еще нормальные. Закладываем в грунт. Я поливаю только через нижний полив. Поэтому у меня в стаканах фитильки. Фитильки нужны для того, чтобы мой ящик, который на 20 литров, равномерно снабжался водой. То есть эти фитильки сразу захватывают воду. И мои растения одновременно все намокают снизу. И без фитильков они намокают неравномерно. То есть половина ящика намокла, а половина нет. Вот такое бывает. Поэтому фитильки, они моментально схватывают воду. Также таким же способом вы можете пикировать, пересаживать рассаду огурцов, перцев и цветов. Имейте это в виду. Итак, теперь надо полить. Теперь я покажу, как свои растения я поливаю. Если говорить о ящиках, я просто в один ящик наливаю 1 литр воды. Но если мои рассады пересажены, я поливаю снизу. Для полива я использую бальзам для томатов, перцев и других культур. Он помогает снять с РС растения во время пересадки. Все вы знаете, что растения стрессуют во время пересадки. Плюс этот бальзам содержит такие элементы, как железо, фосфор, магний, бор. Это те элементы, которые помогают от хлороза, чтобы ваши листва не желтела. Также этот бальзам помогает хорошо укореняться растению после перенесенного стресса. Кто-то говорит, что растения не стрессуют. Тут недавно читала исследование о том, что растения закрыли в какую-то коробку. Исследовали волны, звуковые волны. И они показали, что во время пересадки происходят какие-то звуковые сильные волны. То есть растения стрессуют во время пересадки. Как бы кричит, что ему сложно. Поэтому обязательно снимаем стресс растениям, каким-нибудь препаратом от стресса. Я уже говорила, что я использую нижний полив. Я добавила бальзама. Одну чайную ложечку на 1 литр воды. Имейте это в виду. Так как полив у меня идет нижний, то я стаканчик наполнила прям до самого верха. То есть до краев. Ну и буквально в течение 50 минут стаканчик впитывает воду. И растение намокает только снизу. Корневая у нас, ну у томатов вообще очень мощная корневая. Растет вообще даже на всем стволе. То есть даже до макушки. Если высокая влажность теплицы, вы видели, что корни появляются даже на самом верху теплицы. Таким же способом можно пересадить перцы. Но я их не рекомендую сажать 2 в 1 стакан. Вот смотрите, тоже высокорослые. Какие жирные, хорошенькие. Тьфу-тьфу-тьфу на них. Это вся моя рассада. Сейчас вот в конце видео я покажу всю свою рассаду томатов. Это перцы. Это вот мой ящик. Я еще не пересаживала. То есть они у меня стоят. А на эту полку ходит 6 ящиков. И того у меня 20 ящиков с рассадой. Вот еще вот стеллаж. Вот видите, как много. Есть, видите, маленькие томатики. Есть большие, есть средние. Я еще буду обрезать свои томаты, но еще рано. Где-то в числах 10-15 апреля я начну обрезку. Вот видите, тоже гномики. Посев 10 марта. Почему? Ну вот спрашивают, почему я так поздно посеяла. Ну потому что они уедут в открытый грунт не раньше 1 июня. И смысл мне их как бы было сеять в феврале. Да и знаете, у меня стоят очень мощные лампы на 50 ватт. Две штуки на полке. То есть это 100 ватт светит. Они ускоряют развитие растения на 2-3 недели вперед. Я уже показывала по своим растениям, которые уже через полтора месяца цвели. И через 2 месяца у них появились плоды. Поэтому чем мощнее у вас подсветка, чем мощнее лампа, тем быстрее они растут. Тем быстрее они жиреют. А если их правильно кормить, они во время вот как раз вот этой подсветки и жиреют. И корневая у них растет мощная, крепкая. И ваши индетерминатные сорта, эти высокорослые, двухметровые, они тоже будут жиреть. Это заложено в них, когда вот. А если маленькие и слабые корешки, которых практически у вас нет, то конечно они будут тонкие. И если не хватает света, вот мои растения подсвечиваются 12 часов в сутки вот этими мощными лампами, то конечно они не вытягиваются. Они толстые, красивые, жирные. Ну вот собственно и секрет, подкормки, свет и все, пересадка еще, пеклировка. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.